Здравствуйте! Вы смотрите еженедельную информационно-аналитическую программу «Взгляд с экрана». Ищем работу. Коронакризис оставил без постоянного дохода десятки тысяч саратовцев. Золотая аренда. За что область ежемесячно платит миллионы рублей из бюджета? Скоро в школу. Как исполняется обещание мэрии сделать подходы к учебным заведениям безопасными? Федеральное министерство труда рассчитывает вернуться до кризисному уровню безработицы лишь к концу следующего года. Такую информацию на этой неделе распространили российские СМИ. Сегодня в стране насчитывается порядка трех миллионов граждан, потерявших постоянное место работы. До начала пандемии таковых было в районе 700 тысяч человек. Различные опросы показывали, что только треть россиян не заметила перемен в период коронакризиса. У остальных дела намного хуже. Многие попали под сокращение, кого-то отправляли в вынужденный отпуск, а есть даже те, у кого он продолжается до сих пор. Подавляющее большинство участников таких опросов говорили о падении доходов. Растет безработица и в нашем регионе, причем речь идет уже о десятках тысяч человек. С апреля этого года в связи с распространением коронавирусной инфекции у безработных россиян появилась возможность дистанционно обращаться в центры занятости через портал «Работа в России». У жителей Саратовской области этот сайт тоже пользуется большой популярностью, так как в нашем регионе людей, которые потеряли постоянный заработок с начала пандемии, увеличилось в несколько раз. По данным Саратовстата, за первый квартал этого года общее количество незарегистрированных безработных в Саратовской области составляет в среднем порядка 52 тысяч человек. Это почти столько же, как за весь прошлый год. Число же зарегистрированных нетрудоустроенных в службе занятости, по словам заместителя министра труда и социальной защиты Натальи Михайловой, с начала пандемии до сегодняшнего дня возросло с 10 с небольшим тысяч человек до 53 тысяч. Вместе с тем мы видим, что темпы роста безработицы в области замедлились. И если за июнь 2020 года численность безработных выросла на 35%, то в июле рост составил 24%. Также мы видим, что увеличилась численность трудоустроенных. Если в июне были трудоустроены через службы занятости 1400 человек, то за июль уже почти 2000. В вакансии представлены все сферы экономики и социальной сферы. Это и врачи, и учителя, и рабочие специальности, такие как слесари, разнорабочие, есть инженерные специальности. Конечно, в большей степени те безработные, которые есть сейчас, это сфера торговли. Есть и изобрабатывающих производств, люди, которые пришли в службу занятости. По высвобождениям я могу сказать, что здесь есть и предприятия, и банковская сфера, и учебные заведения. Ну смотрите, у нас, значит, на данный момент есть вакансии на производстве. При графике 2 через 2 нам требуются укладчики, упаковщики, нам требуются сортировщики. Вот, они как раз у нас работают 2 через 2, с 8 утра до 8 часов вечера. А какая зарплата, например? Заработная плата, там 12 700 оклад, есть в премьер-выработке. В среднем зарплата получается где-то от 18 до 25 тысяч рублей, может быть заработная плата. Наталья по специальности парикмахер, но по состоянию здоровья работать в этой сфере сейчас уже не может. В Центр занятости обратилась за помощью в поиске подходящей для себя работы. Вот осталась без работы. Но хотелось бы не эту работу. Я бы хотела какую-нибудь другую работу. Предлагают, конечно, ну вы сами слышите, только на какие-то заводские, я имею в виду, тяжелые, вот я вот слышу. Но хотелось бы что-нибудь полегче, то есть вот 2 на 2, ну какую-то вот интересную хочется. Ну надо, конечно, ждать. Очень много, очень много безработных, очень много, но все как-то выкручиваются, кто где, кто куда. Вот подружка у меня, она, например, магазин как-то потихонечку открывала. Ну вообще очень много, конечно. И вот этого тоже не знает, что существует у нас. Биржи все боятся. Все происходит дистанционно. Гражданину достаточно подать заявление и заполнить резюме. И уже служба занятости дальше признает в течение 11 дней гражданина безработным с правом начисления ему пособия по безработице. Ну сейчас в городе 12500 у нас вакансий, порядка 1200 организаций заявили свои вакансии. Ну сейчас большим спросом, конечно, пользуются врачи, инженерные специальности, рабочие различные, электрогазосварщики. А эти специалисты есть, находятся? Ну не всегда, например, врачей у нас очень мало состоит на учете, обращаются. То есть у нас есть такая проблема занятости вакансий. Раньше на учете в службе занятости можно было стоять от трех до шести месяцев. Но сейчас, во время действия ограничительных мер, период выплат пособия продлили на три месяца. Если в начале пандемии минимальный размер денежной помощи вырос до 1500 рублей, то в начале июня постановлением правительства Российской Федерации его увеличили до 4500. Максимальный размер пособия по безработице сейчас составляет 12 130 рублей, что равно мрот. Эксперты не исключают, что такая финансовая поддержка могла послужить резкому росту официально зарегистрировавшихся безработных в центрах занятости. Вакансии разные, все зависит от заработной платы. За апрель месяц заработная плата в реальном секторе экономики упала практически на 5-8%. На низкую зарплату люди не хотят идти, их можно понять. Работать, чтобы быть бедным, это неправильно. Не уезжать же им в другие области или другие города. Помимо длинных списков безработных в Саратовской области пополняются и ряды работающих в режиме неполной занятости. По данным Саратовстата, только за первый квартал 2020 года число таких работников составило 61 тысячу человек. Эта статистика сопоставима с цифрами прошлого года. Только в 2019 году на эту цифру мы выходили по итогам 12 месяцев. Отмечу, что за последний месяц численность работающих в неполном режиме снизилась на 40%. И в настоящее время у нас есть подписано соглашение с Министерством труда Российской Федерации о проведении дополнительных мероприятий для снижения напряженности на рынке труда. Именно такие предприятия смогут поучаствовать в наших совместных мероприятиях и помочь тем работникам, которые работают в неполное рабочее время, это режим неполной занятости, организовать для них дополнительные общественные работы на своих же предприятиях. И не только их занять, но и повысить, восполнить тот уровень дохода, который они теряют в связи с определенными моментами, что сократился рабочий день. Это будет порядка 400 человек на область заложено в соглашении с Минтруду. Еще порядка 2000 человек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получили помощь из Федерального центра в рамках программы социального контракта. До конца года такую поддержку должны оказать всего 5000 нуждающимся. 12 669 000 – такова сумма, которую ежемесячно бюджет области платит за аренду только 20 объектов под размещение организации подведомственных различным региональным министерством и ведомством. На деле эта сумма, конечно, намного больше. В распоряжении редакции оказался список только из 20 объектов. В нем несколько саратовских поликлиник, школы, Олимпийского резерва, спортивные залы, теннисные корты, библиотеки и много чего еще. На проблему мы решили обратить внимание после громкой истории с колледжем искусств. Под размещение учебного заведения арендуется исторический особняк. Цена вопроса – 2 385 000 рублей в месяц или 1010 рублей за квадратный метр. Ставка – одна из самых высоких из того списка, что есть в редакции. Где-то на Большой Казачьей. Среди ручной работы, ксероксов, мужских костюмов и организаторов праздников, Саратовский областной центр спортивной подготовки. Свет из двери проливается на почтовый ящик школы Олимпийского резерва по шахматам в офисном здании на Октябрьской. Все это объекты Министерства молодежной политики и спорта Саратовской области. По словам Александра Обросимова, сейчас из 23 подведомственных организаций свои помещения есть только у 11. Всего же на аренду площадей в год уходит 8 миллионов областного бюджета. Областная инфраструктура не позволяет в полной мере охватить тренировочный процесс для спортивных школ в области. У нас в подведомственных учреждениях занимается более 9 тысяч детей. И вынуждены здесь арендовать. Например, плавание. У нас нет ни одного государственного бассейна. Тот же бассейн Саратов, который на Чернышевске, он находится в муниципальной собственности. Поэтому наша областная школа вынуждена арендовать для тренировочного процесса. Но, тем не менее, мы максимально используем свои площади. Наши объекты на 100% загружены. С нетерпением ждем ввода в эксплуатацию дворца водных видов спорта. И тогда наши водники, так скажем, обретут тоже свой дом. И тоже это будет определенно, конечно же, повлиять на снижение нагрузки, связанной с арендой платы. Региональными министерствами в аренду берется все. От тренажеров и плавательных дорожек до весьма крупных зданий. Так, самая внушительная позиция с ежемесячной платой в 2 миллиона 385 тысяч рублей у Минкульта за областной колледж искусств. На втором месте аренда помещения под библиотеку для слепых в детском парке. Ну, к сожалению, если было в государственной собственности что-то на сегодняшний момент подходящее, я думаю, мы давно бы уже ушли в эту собственность. Потому что все, что на сегодняшний момент предлагается, собственность либо заброшенная, либо требующая большого капитального вложения, либо еще чего-то. Либо это находится там, где не нужно никому, потому что что такое слепые, да, почему она именно здесь там выбрали, причем это выбрано давно. Потому что подход должен быть, подъезд в конце концов должен быть к этому учреждению. А для того, чтобы сейчас любое помещение взять, в него нужно очень много вложить. Мы сейчас вот уже это испытали все на нашем колледже искусства. Поэтому у нас аренды на самом деле очень минимум. Это только самая необходимость, которая есть на сегодняшний момент. Но поверьте, мы выбежали бы из любого здания, которое снимаем, если бы только было какое-то подходящее свое. Удивительно, но получить полный список арендуемых помещений практически невозможно. Эту информацию относят к сведениям, составляющим коммерческую тайну. Обнародовать ее можно лишь в согласии обладателя недвижимости. Тем не менее, судьбу одного долгостроя на «Гоголе-87» нам прояснить удалось. Ввод этого здания в эксплуатацию мог бы решить проблемы с арендой у многих организаций. Возведение здания началось еще в 2011 году. Исполнитель – госжилстрой, заказчик – правительство области. То есть по завершению строительства у региона фактически появится свое помещение под офисы. За это время высотка обросла скандалами. Есть свидетельства судебных тяжб о взыскании задолженности к договору о совместной деятельности между подрядными организациями на сумму порядка 230 миллионов. Пока же объект не введен в эксплуатацию. Как говорит министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства, сейчас назначение объекта не определено. Объект сейчас в стадии незавершенного строительства находится, поэтому сейчас определяемся, как его дальше использовать. Потому что для достройки порядка 70 миллионов необходимо. Поэтому будем сейчас находить выходы. Изыскивать средства и находить выход из этой ситуации. Что по назначению его, для чего нам возможно использовать? Ну там надо, возможно-то под все. Для этого нужно сейчас просто нести изменения в проектную документацию. Нам надо определиться просто, как это будет. И будем заниматься этим. Это мы занимались еще с прошлого года тоже этим вопросом. Как говорит депутат областной думы Леонид Песной, хорошо хоть туда доступ ограничен. Иначе бы этот объект добавил бы и проблем другого рода. При этом 6,5 тысяч квадратных метров в Полезной площади попросту пустуют. Хотя там могли бы размещаться все те структуры, что имеет отношение к строительству. Когда-то была идея в КПСО Гожевострой, который, кстати, арендует офис. И сейчас арендует. И не только они, арендует фонд капремонта. Арендует часть Минстроя на улице Челюшкинцев. Они все арендуют помещение иного собственника. И, наверное, какую-то аренду оплачивают. Значит, сделать там офисное здание для размещения Гожевострой. Ну, может быть, еще и каких-то структур. Куда им 6 тысяч метров. Причем первый этаж там достаточно уникальный. Там больше 4 метров высота. Когда был сырбор из-за колледжа искусств, значит, я его присматривал, и мое мнение как инженера, что и размещение этого учреждения там возможно. Но факт остается фактом. То есть в центре города, на одной из центральных улиц стоит 5 лет никому не нужное здание, которое до июля, хоть и не завершенка, является собственностью Саратовской области. Мы только за колледж, за школу искусств платим 25 миллионов в год. Это просто стоит показать. Сколько мы платим в целом за аренду, ну, я думаю, что это знают специалисты Комитета по управлению имуществом. Но могу предполагать, что окупаемость этого здания в случае его достройки потребует какого-то количества времени, но такого, приземленного, может быть, 3, может быть, 5 лет. По мнению парламентария, средства на достройку долгостроя на Гоголе себя окупят за счет переселения туда тех, кто располагается в арендованных помещениях. А пока объект находится в таком положении, естественные причины в виде природных факторов лишь ускоряют его разрушение. Поэтому тема достройки высотки на Гоголе 87 должна переместиться на площадку областной думы. На этой неделе было поставлено многоточие в противостоянии внутри коллектива с ГЭТ. Конфликт, длившийся несколько месяцев, вроде бы разрешен. Сотрудникам предприятия подняли зарплату, и это, пожалуй, единственное требование независимого профсоюза, которое в итоге было выполнено. Генеральный директор Владимир Прохоров, увольнение которого добивалась часть коллектива, сохранил свой пост. Введенное им правило первой двери, через которую часть водителей обязали осуществлять посадку пассажиров, не отменено. Уволенный с поста директора Кировского депо Олег Абрамов так на работу и не вернулся. Серьезного плана вывода предприятия из кризиса нет. По привычке финансовые дыры в экономике Саратовгорэлектротранса затыкают из бюджета. Вот и недавно область помогла деньгами саратовским мупом. Маленький кусочек бюджетного пирога перепал банно-прачечному хозяйству. Ну а большая часть транша пошла как раз с ГЭД. Никуда не делись дублирующие маршруты, а работающие на них предприниматели не брезгуют открыто нарушать правила игры. Выпускают на линии лишнюю технику. Об этих фактах знают все, но что-либо сделать с нарушителями не могут или не хотят. Несколько заседаний рабочих групп при региональном парламенте и городской думе. Споры, скандалы, крики и вяло текущий водительский протест. Только на этой неделе депутаты дважды собирали участников конфликта. Одна из встреч едва не закончилась разборкой между областными коммунистами и городским единороссом Дмитрием Кудиновым. Стоит отметить, что к моменту перепалки из зала ушли как представители мэрии, так и часть депутатского корпуса. Проблемы с ГЭД не лучшая тема для пиара. Тут надо предлагать решения, зачастую нестандартные, чтобы хоть как-то удержать предприятие на плаву. Вот я никогда не поверил, что мы знаем, кто выводит, зная, что эти, чьи это газели, что они выиграют конкурс. И у нас что, нет механизма пообщаться с ним, чтобы он не нарушал законы? Из думского большинства от Единой России в зале были лишь председательствовавшие на заседании Леонид Песной да Юлия Литневская. Но депутат на зарплате не досидела до конца, как и ее сосед Станислав Денисенко из ЛДПР. Показательным было заседание рабочей группы при Городской думе. Здесь тоже присутствовало считанное представительство депутатского корпуса. Создается впечатление, что с ГЭД нужен только пассажирам, да небольшой группе народных избранников. Вопрос с зарплатами закрыли уже в самом начале. В принципе, мы как бы согласны с таким положением. Замечание, я просто сейчас про замечание, не про мнение, про замечание. Замечание нет. Зарплата не устраивает только кондуктору, потому что прибавили мало. Водитель троллейбуса 29868, водитель трамвая 21853. При выполнении плана? Ну, Анастасия, конечно, при выполнении плана. А как бы не выполнять планы? Можно тогда в день работы не ходить. Маршрутки-то не уменьшаются. На данный момент этот план собрать можно, выходя в выходные. Не выходя в выходных, работать два через два в плане, собрать нереально. Почему? Потому что люди есть выполняют, а которые не выполняют, это что вы говорите за счет? Барфет? Как всегда. Наверное, да. Я вам говорю. А я вам говорю, что почему другие выполняют? Вы не выполняете, почему другие выполняют? Ну, ты это мы сейчас рассчитывали с нами. Я выполняю. Мы за счет еще пересмотра штатного расписания сократили должностя, и у нас фонд не увеличивается. Сократив должностя, в СГЭД нашли внутренние резервы для повышения зарплат сотрудников. Другие задачи руководству, да и представители муниципалитета, похоже, оказались не по зубам. В частности, как заставить владельцев маршруток, конкурирующих с трамваями и троллейбусами, исполнять условия работы, не выпускать на линии лишнюю технику. Мы фиксируем это, у нас нет никаких возможностей за это наказать. В городе Саратове, искав маршрут, на данный момент не работает никто. В начале года такие случаи были, в частности удалены. Вы говорите, кто контролирует? Ну, давайте назовем я контролирую. Я эти акты все составляю. У меня за последние два месяца проведено около десяток правил. Все факты зафиксированы, с резервами, без резервы. Все отправлены, все троллейбусы государственного дорожного надзора. Когда появляется, они посчитали, 8, я вам на прошлом совещании говорил, телефон прямой, мой, любой, звоните, выезжаем и всех наказываем. Ни одного такого звонка не было. Пишет транспортное управление письмо, которое приходит через несколько, сколько-то дней. Мы приезжаем, там этого нет. Тут вся работа, вся эффективность. Это в том, что он должна быть оперативной. Выявляет порушение. Через 5 минут он там будет. Как полиция работает? У него есть подозрение. Вот база показала. Дальше идут на предприятия и смотрят, а какие машины выпускались. А какие часы выпускались. И готовится дело, в котором все это есть. Вот там материальные доказательства. Поэтому я вам и говорю, в случае выявления факта лишних автобусов на маршруте в Допутину, в альбисе проехать, как будто увидел, что вместо письки работает здесь. Сообщает директору, к примеру, директор нам приезжает и сразу привлекает к ответственности. Пятый раз собираемся, действительно, в разных ситуациях. И каждый раз упираемся вот в какой-то тупик. Действительно, страны кажутся, что это нежелание. Муниципальный транспортный управление собирает материал, направляет. Водители видят, а штрафовать не можем. Пресечь не можем. В качестве помощи наша съемочная группа днем в четверг отправилась на перекресток Астраханска и Вавилова. Здесь проходят три дублирующих троллейбусы маршрута. За полтора часа съемок превышение зафиксировано на одном. Номер 76. Вместо двух машин на линии ездили три. По призыву Вячеслава Ларионова звоним в Ространснадзор. Вот у них на одно превышает. Почему? Потому что администрация города Саратова выдала три маршрутные карты. А на маршруте вообще, в принципе, должно есть два. Одна резервная, так называемая. Вот у нас статья, за которую мы можем привлечь перевозчика. Довольно-таки там большие штрафы. Это за отсутствие карты маршрутов. У них карта маршрута на тех автобусах, которые они ездят, есть. То есть даже если они выпускают с резервной карты, это нарушение не считается? Это нарушение графика движения. Это полномочия администрации города Саратова. Я им объяснил. Почему проводят конкурсы по этим маршрутов администрации города Саратова? Потому что это их полномочия. Они устанавливают графики, со соблюдением их следят. Пятое, десятое. А маршрутные карты, это что такое? Это когда автобус ездит вообще нелегально. В нарушении закона 220-го федерального закона. И тут уже контролируем мы. В общем, и здесь тупик. Как удалось выяснить, рабочие группы ПАСГЭД продолжат собираться и обсуждать проблемы предприятия. Главное, чтобы от слов когда-нибудь у нас перешли к делу. В понедельник в Саратовском областном суде началось рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Михаила Туватина. Он обвиняется в убийстве 9-летней школьницы Лизы Киселевой. Председательствует на процессе судья Светлана Гоголева. Дело будет рассматриваться в закрытом режиме, так как жертвой преступления был несовершеннолетний ребенок. Само убийство, всколыхнувшее без преувеличения всю страну, произошло рано утром 9 октября прошлого года. Лиза Киселева вышла из дома по улице Высокой и отправилась в школу. Ее путь пролегал через гаражи Насхи. До учебного заведения ребенок не дошел. Позднее труп девочки нашли в одном из гаражей. Именно тогда городские власти озаботились проблемой безопасных путей до учебных заведений. Начали говорить о массовых проверках, снося незаконных гаражей, вырубке кустов и прочем. В те же гаражи Насхи пригнали коммунальную технику и рабочих. Казалось, что ситуация действительно сдвинется в лучшую сторону. В этом году коронавирус отодвинул тему на второй план. Дети заканчивали учебный год на дистанционке, и вот скорые снова идти в школу. Не за горами 1 сентября. В начале лета стало известно, что несколько десятков гаражей Насхи все-таки должны снести в течение двух месяцев. Проверить, исполнено ли это обещание, и насколько безопасен сейчас путь до школы, где училась Лиза, отправилась наша съемочная группа. Конечно, мы эту работу проведем. Все, что неблагоустроено в полуразвальном состоянии, мы будем инициировать снос. Мы будем инициировать снос. КОНЕЦ 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 На этом все. Встретимся через неделю. Надеюсь, она подарит нам массу интересных событий. Надеюсь, вам нужно просыпаться. КОНЕЦ БОЛИТА Продолжение следует...